Всем привет, с вами Тиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня мы с вами посмотрим нового персонажа, это Капибара Квинн, да, Куинн, но будем считать её Квинн, так будет проще. Капибара Королева, если так говорить даже. Это новый персонаж, который будет добавлен в Зубу уже в ближайшее время, сегодня мы его посмотрим в бою, посмотрим характеристики, в общем, разберём по полной. Итак, начнём с того, что посмотрим характеристики этого персонажа на 18 уровне прокачки, и он имеет 17 тысяч здоровья, 10 тысяч, почти 11 тысяч урона и 97 скорости. Имеет он также, как вы понимаете, пассивно-активный и первобытный инстинкт, поэтому мы сейчас их тоже посмотрим. Постоянно это пассивный навык, отдыхая в воде, Квинн восстанавливает здоровье и себе и в ближайшем судьбе, то есть это хилл в воде. Я ещё не видел, как он работает, не получилось мне его затестить, но мы его затестим сейчас. И второе, это бомбочка. Квинн прыгает бомбочкой, нанося урон и замедляя противников в области вокруг себя. Штука неплохая, мне понравилось, прыжок достаточно быстрый, это вот типа как у Пантеры, только дальность поменьше, но радиус побольше. Плюс, первобытный инстинкт у нас есть, да, который добавляет к этому прыжку ещё и стан. Опять же, тут непонятно, зачем тогда замедление здесь, если здесь будет стан. Ну, разрабы, разрабы. Так, сборочку мы возьмём по предметам чуть попозже, сейчас мы пойдём глянем, сравним точнее персонажа с Брюсом, да. Посмотрим, сколько Брюс на 18 уровне имеет хп и сравним с Квинном. И 21, окей, 21,5, но это поменьше, чем у Квина, ой, побольше, чем у Квина. Давайте сравним с чем-нибудь более таким, не таким жирным, как Брюс, к примеру, Бак, да. Бак у нас в инбассе, дела вы все знаете, прекрасно. Смотрим. У Бак их поменьше, чем у Квина. О чём это говорит? То, что Квинн это жирнейший персонаж, который будет точить в ближнем бою, и в принципе он так и играется. Потому что вы прыгаете, ну, допустим, у вас есть первобытный сын, наносите стан и закидываете всё, что у вас есть. Копьё здесь круговое, дробовик небольшой по вееру, ну, хороший такой ближний дробовик. И гранатка у нас катится, боулинг нано у нас имеет. Ну и сейчас давайте возьмём предметики, какие-нибудь на этого персонажа крутые, которые я забыл открыть. Ну, сейчас я их открою и посмотрим, что же на него будет топово. Итак, ребятки, я взял уже три предмета, основные я имею в виду, которые этому персонажу, на мой взгляд, будут самые лучшие подходить. Это урон от кассетной бомбы, это бесконечное ХП за счёт зубов вампира и бинта. Плюс, как видно, как вы знаете, ХП много, поэтому это бонус очень жёсткий. И вот последний предмет, для него сложно, на самом деле, решиться. Опять же, командные бои можно взять в фибриллятор, в соло-бои можно брать и бомбу молотова, и уколоадреналина, и канистру гелик, наверное, нет, канистру гелик не стоит брать. Сандали святого, кстати, хороший вариант, потому что у нас спасибо кахилит на воде, вопрос, будут ли они полезны. Мы сегодня это затестим, поэтому давайте в первом бою, так и быть, возьмём ботиночек, не будем, что добавим скорости вместо сандалия святого. Ну и теперь я вам покажу атрибуты. По атрибутам здесь всё просто, вот так они выглядят, бомба, ну, фактически максимальная прокачка. Дробовик и копьё я убрал отбрасывание, чтобы противники от нас не так часто убегали. Вот такие вот параметры у персонажа, на персонажа ещё доступен скин, сейчас я вам покажу. Вот так вот этот скинчик выглядит, красивый, модный, там что-то, не помню, как назывался, ну, в общем, вот такой вот модный скинчик на куин, на копибару. Ну, мы сейчас его снимем, чтобы поиграть за более такого нормального персонажа, чтобы посмотреть его, как он выглядит вообще в бою, всё такое. Ну и отправляемся в боец, ребятки, пора уже смотреть эту имбу. У нас стандартный бой как раз идеальный, мне кажется, будет для просмотра персонажа самого по себе, чтобы понять, насколько же он хорош или плох. Правда, у меня почему-то кидает на рейтинг, который мне не должен быть, но ладно, ладно. Я, как вы знаете, специально скинул рейтинг, чтобы мне кидало не на жёстких ботов, но мне кинуло на жёстких ботов, к сожалению. Печалька, печалька, возможно, нужно было до нулярить и скидывать, тогда не кинуло бы. Ну, ладно, просто жёсткие боты, они, как бы вам сказать, они разваливают. Я в первом бою, когда тестил, они меня так развалили. Итак, вот наш квин, вот так он двигается, сейчас мы залутаемся немножко и пойдём посмотрим, что же он могёт. Ботина, кстати, неплохо даёт ускорб, неплохой. Вот, гранатка у нас с максимальным радиусом. Вот такой вот прыжок имеет. Так, залутаем, пока там боты друг друга убивают. Так, ну я тут пока что всех вроде тоже наказал. Почти всех убил. Сейчас Дону добьём. Красивенько. Пыщ. Вот уж это Дону, вы смотрите, как лутает, а вот это боты жёсткий. Но, опять же, тут прыжок очень хороший. Для автопрыжок через автопрыжок можно очень круто действовать и, как вы заметили, в бою только что, это прям жёстко реализует. Итак, давайте глянем на персонажа, что же он наёт. Пассивка. В воде это стандартное перемещение уже без ботинка. Вот такой вот без ботинка кнопки нажимать нельзя. То есть стандалий святого подходят идеально для этого персонажа. Вот дальность активного навыка. То есть, понимаете, слишком ближний, не такой как пантера, но он всё равно прыгает. Вот так вот модно он прыгает, плюс кидает ещё сверху стан. Круто. Я считаю круто. Плюс, заметьте, какой огромный радиус у гранатки, да? Стоит гранатку всё-таки делать на очень большой радиус, потому что, ну, зацените, какая зона покрывается после кидания гранаты. То есть прыгнули, кинули гранату перед собой, нажали три кнопки, как бы даже можно не целиться особо, и всё. Вы максимально эффективно сыграли. Жёстко? Жёстко. Вот он стан. Длительность плюс замедление ещё остаётся. Ну, не то чтобы надолго, но остаётся. И так, мы залутались, у нас, в принципе, всё красиво, сейчас пойдём разваливать последних ботов. Ля-ля-ля, как он там плавает, модно. Опять же, использовать ботинок, использовать сандалий святого, и иметь очень крутую подвижность персонажа, это как вариант игры. Молодный, Квин, Капибар, блин, Капибара. Я так убирал, когда первый раз это увидел, не знаю. Ну, упоротость просто зашкаливает. Кстати, енота до сих пор нету. Енот, ты где выходи? Не, ну, граната мне нравится. Вот, что-что. Кстати, можно перепрыгивать, заметьте. Ну, ладно, это не прямой урон. Хочу сейчас ответить прямой урон, было бы интересно. А ну-ка, бахнет мне кто-то прямым уроном. Я просто интересно, смогу ли я перепрыгнуть прямой урон или нет. Сейчас попробуем с нексом это протестить. Или вот, давайте с химлёном. Да, блин. Только и с другими на химлёне берёт. Бот. Попади. Попади. Так, ну, в этот раз он бахнул. Ну, блин, душный. Ну, кстати, вот там, видите, как жёстко. То есть, он работает как вместе прыжка, так и вместе приземление. О, золотали мы легендарный дробовик. Ну, вот она и дальность максимальная. Легендарный дробовик. Как вам? Ну, это лучше, чем то, что есть у нас у многих ближников, поэтому я считаю это хорошо. Так сказать, дальность у нас имеет параметры, ну, что-то среднее между дальним и ближним дробовиком. То есть, средний дробовик получается. Первый в игре такой. Я вроде раньше таких не встречал. Копьё, в принципе, тоже имеет неплохой радиус на максимальном прокачке. Ну, и граната. Вот она тоже. Вроде, радиус не максимальный, поэтому можно ещё даже сделать больше. Кстати, там... Ну, ладно, не буду в этот раз. Какой-нибудь другой раз расскажу. Давайте проверим теорию, что стан идет с места, с которого станет. Ну, и золотал. Кстати, давайте похилимся на воде. Я же не хилился никогда. Ещё. Да, блин. Вы видите эти ботов? Это легендарные боты, если чё. Это бинт, он перекрывает хил от пассивки. Вопрос тоже очень важный. Потому что это сильно влияет. Потому что я хочу себе бинт и пассивку. Сейчас мы заменим ботинок на сценарий святого. Просто в командных боях на высоком рейтинге это будет эффективнее. И вот такой вот сборкой на квине отправимся сейчас в командные бои. Чтобы посмотреть, потому что там ещё хилит, как вы знаете, у нас команду. Для этого мир же будет поднять рейтинг, я его подниму и мы отправим. Итак, ребятки, кстати, я забыл, наверное, сказать. У нас Квин находится на девятой лиге. Да, именно так. Поэтому, кто хочет золотать этого персонажа, вам нужна будет девятая лига. И опять же, персонаж первое время, наверное, две недели, как минимум. Потому что в последний раз вроде было так. Будет находиться в раннем доступе, его нельзя будет достать с индуков. Ну, а мы отправляемся в командные бои, которые не разблокировались. Получите максимум макси-команды как награду за трофей. Что? Что? В общем, ребятки, у нас здесь, оказывается, обновилась вот эта вот штучка. И вы видите, здесь дают дюк-дюк просто так. Здесь дают команды. То есть командные бои теперь даются за прохождение рейтинговой полоски. Кланда открывается. То есть это сейчас как... Ну, мы сами все верите. Офигеть. Офигеть. Лизе дают. Я вроде не знаю, вам можно это показывать или нет. Ну, вроде бы все, да. То есть вам всегда будут давать теперь стандартно количество персонажей. Кстати, это вроде бы уже с прошлых обнов было доступно. Я просто это не видел. Сейчас я быстренько запущу нам командные бои. Льва получим, который у меня есть. Ну, один жетон. Но максималочка качаем. И, наконец-то, открывай командные бои. И сейчас мы в них отправимся. Итак, наконец-то. Наконец-то мы можем отправиться в командные бои. Нет, не можем. Все, наконец-то я открыл. Это уже точно, ребятки. Наконец-то я открыл. Ну, что ему сказать? Разрабы, как всегда. Душат, как и не в себя. Но мы отправимся, наконец-то в командные бои спустя сто лет. Вы уж извиняйте, но это тестовый сервер. Я... Я не вывожу. Не знала про эту штуку. Оказывается, вот так вот сейчас. Ну, может быть, это с прошлых патчей уже началось, когда добавили там кучу персонажей в... Ну, новое обучение, по сути, сделали. Там немножко отредактировали. Я считаю, это правильно, потому что даются вам основные интересные персонажи. Это круто. А не сундуков, как бы и доставать рандомно. Хотя, рандомно веселее. Потому что раньше можно было, получается, оставить сундучок. Стоп, а Дима команда? Ага, вот они. Опа, и появились. Жесткие. Лиза, Брюс, Панда. Ну, Панда зачем? Ну... Ну, и лучше в них 100 дали. Который бы заутал регионную гранату. Так, ну что ж, давайте поиграем. Я катирать максимально не ставил. По понятным причинам, кстати, заметьте. Тут бак играет. Ну, боты за бак играет через кофе. На самом деле, вот уровень ботов, он... Ну, который вот на максимальном рейтинге, да, который у меня сейчас градмастер 5, да? Они настолько жесткие, это просто забейте. Они вот, конечно, играют вот немножко пассивно в плане движений. Но эти баки с кофем, это просто лютейшие имба, они очень жестко отыгрывают. Намного лучше, чем игроки среднестатистические. Вот настолько. То есть, ну... Конечно, они... Боты все равно при этом остаются, но... Ладно. Итак. Вот так это выглядит. Я, конечно, сейчас не могу хилить, потому что у меня не фулл хп. Давайте, по-моему, немножко хп спустить. И зайдем на заводу, посмотрим, как оно хилит. Надо больше спустить хп. Так, а ну... Скинулись мне уроном, быстро. Еще, еще. Что ж так бит хорошо хилит? Еще урона, быстро. Урона мне... Урона мне закинули. Во, отлично. Так, сейчас мы прождем винт и почекаем, наконец-то, хил на воде. Заходим. Может, воду надо упасть? Давайте подождем, посмотрим. Ну, ты упадешь в воду сегодня или нет? Вдруг. Вдруг, упади в воду, пожалуйста. Короче... О, наконец-то. О, началось, началось. Смотрите. И можно двигаться. Офигеть. И в этой зоне стихи лица советник. Вот она. Вот она, имбища. То есть, сандариста того, брать на этого персонажа нельзя. Блин, бот поджал. Душнилый. Ну, ладно, я в прошлом боюсь, в принципе, брал себе легендарный дроп, поэтому... Тик с ним, кстати, заметил легендарный дроповик почти не отличается от золотого на этом персонаже. Поэтому можно не так сильно расстраиваться. Боты мои, как всегда, заняли позицию ожидания. Я не знаю, что здесь они... Они так облагаются на аптечку, чтобы вы понимали. Вот так они багаются на аптечку. А что нам ускор дается? Эээ... 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 Что? Что? То есть, я говорю в зоне... А, это от Лиски. Все нормально, нормально. Виделись, они багались на аптечку. Теперь почему-то перестали багаться, но это бот. Фух, ну что? Хилл, конечно, прикольный. Самое крутое, это то, что он двигается. То, что его можно использовать в перемещении. Опять же, непонятно, триггер вот этот по активации он какой-то, ну, вы видели, подлагал очень сильно. Я надеюсь, когда персонаж уже выйдет в игру, такого бага не будет, что он так долго активируется. Ну, сами понимаете, это бред. Залетело я красиво. Хм, пол хп снесли. Но бинт надо брать в любом случае. Так, стан закидываем, разваливаем. Лучше не душно. Заметьте, боты резают. А вы теперь представьте, чтобы ваша команда вас резала. Невероятно, да? Вот я думаю, это слишком невероятно. Боты в этом плане пожестче любой команды. Вот если выбирать, я бы выбирал ботов. Всегда и в связи. Серьезно. Иди такие прекрасные. Не берут, резают, ходят вместе. То есть, ну, понимаете, да? Насколько же они крутые, эти боты. Ну, что ж, ребятки, вот такой вот новый персонаж. Капибара Квин. Чтобы не мучиться, просто называйте Квин. Так будет проще. Королев. Кстати, Капибара у нас женщина, если что. Если что. Ну, это чтобы вы знали, да? Да, у нас же... Ну, ладно, не будем об этом. В общем, такой персонаж, такие вот реалии, такая вот мощь ждет нас в скором времени. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Будьте, как эта Капибара, модным, сильным, жестким зверем. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.